Самое сложное для понимания явление, это ревность. В будущем, я буду говорить на примере Роксаны. Если Роксана полюбит парня моложе меня, или даже постарше, а старше меня никого нет. Не суть. Парня моложе или постарше, если она этого захочет, это значит, что я не удовлетворяю ее потребности. Если я ее люблю, действительно люблю ее, я помогу ей собрать вещи, потому что она этого хочет. Но обычно говорят, если ты уйдешь, то, черт возьми, ты разрушишь все. Ты моя жена, ты не бросишь меня. Я побью тебя, если ты уйдешь из этого дома. Нет, это не любовь. Что происходит с любовью во время развода? Жена заявляет, я забираю детей и дом. И где вся эта любовь? Куда она делась? Неужели она действительно существует? Нет, не существует. Как я уже говорил, любовь переменчива. Люди даже не знают, как любить. Но в будущем слово «любовь» будет отброшено и заменено другим словом. Экстенсиональность. Оно означает, скажем, если ты пилот, и твое правое крыло возгорается, ты сможешь избавиться от этого огня при боковом скольжении. Парень, которого вы встретите, скажут «В случае пожара, намочи одеяло и опустись, потому что дым поднимается кверху». Для вас это экстенсионально. По-настоящему экстенсионально, а не как при патриотизме. Клянусь соблюдать Конституцию. Это не мерило патриотизма. Патриотизм и любовь – это то, что вы делаете, чтобы расширить разум или жизнь другого человека. Сегодня девушке льстит то, что вы дарите ей украшение. Она говорит «Ой, как чудесно, ты не должен был этого делать». Ну так заберите это украшение и посмотрите, что произойдет. Любовь – это все чушь собачья, поэтому я спрашиваю. Знаешь, что означает «экстенсиональность»? Это человек, который может расширить твои способности понимания мира, в котором ты живешь. Это настоящая любовь. Поэтому я говорю. И не просто говорю, а стараюсь дать всем наилучшую информацию, которая у меня есть. Только если она не коммерческая. Один парень сказал мне «Ваш вертолет, я заметил, что у вас нет компенсирующего винта». Понимаете, о чем речь? Когда лопасть вертолета огибает фюзеляж, тот имеет тенденцию поворачиваться в другую сторону. Поэтому сзади есть рулевой винт, который держит его прямо. Если мне говорят «У твоих вертолетов этого нет». Почему? Я не отвечаю им. Потому что это может стать коммерческим продуктом. Я не хочу, чтобы они приходили на мои лекции только для того, чтобы украсть все эти идеи и запатентовать их. Это то, что делали со мной в прошлом. На авиазаводе они подходили к моему столу, смотрели, над чем я работал, и получали на это патенты. Понимаете? У них не было совести. Это соперничество. Ну, это грубо и жестоко. И все, что ты придумываешь, в итоге принадлежит авиастроительной компании. Вы знали об этом? Когда я работал на авиакомпанию «Дуглас» и изобретал новые вещи, им принадлежало все, что я придумывал. Если какой-то парень изобретает новый карбюратор в своем гараже и продает его «Дженерал Моторс», они говорят «А теперь Дженерал Моторс представляет». Как будто это придумали в «Дженерал Моторс». Понимаете, о чем я? В будущем мы будем заботиться об изобретателю, как и обо всех остальных. Все будут жить хорошо и ездить на лучших автомобилях, которые на тот момент находятся в производстве. Не будет никакого некачественного оборудования, потому что если оно сломается, то станет бременем для общества, а это нагрузка на ресурсы, понимаете? Как пример, если ты за рулем Мерседеса или другой дорогой машины, а тебе навстречу едет потрепанный старый Фольксваген, если у него откажут тормоза, ты погибнешь. Мы не хотим, чтобы на дорогах были старые машины. Старое авто весит столько же, сколько новое, поэтому мы его переработаем. Понимаете, о чем я? Они говорят «Оу, ребята, вы очень классные». Нет, мы не классные. Мы просто хотим убрать нерациональность. Мы произведем лучшее оборудование и сделаем его доступным для всех. Не потому что мы хорошие парни. Если вы работаете с меньшим, чем лучше, вы причиняете вред как другим людям, так и себе. Вы это понимаете? Детям будут доступны любые книги совершенно бесплатно. Потому что, чем умнее дети, если вот они читают «Джек и Бобовый стебель», это не экстенсионально. Если они прочитают «Золушку», где волшебной палочкой превращают мышь в лошадь, ну, вы знаете. Если накачивать детей подобным дерьмом, они не смогут стать экстенсиональными. Если кто-нибудь спросит «Ты бегаешь быстрее Билли?» и ты кивнешь в ответ «Да, то это может обидеть Билли». Понимаете? Ну и что с того, что ты бегаешь быстрее Билли? Когда я был ребенком в школе, дети подходили ко мне и говорили «Я могу бегать быстрее тебя». А я отвечал «Ты, наверное, можешь бегать вдвое быстрее меня». Ну и что? Это соперничество. В этом нет ничего хорошего. А еще есть парень с футбольным мячом, который бегает по полю. Спорт же всем нравится, да? Это одна и та же гребанная история снова и снова. Ничего нового. Ты носишься за футбольным мячом, а затем берешь его в руки. Пока они занимают вас такой ерундой, вы не продвигаетесь вперед. В будущем не будет постоянной игры. Будет постоянный рост. Когда ты играешь в теннис против самого себя, ты становишься лучше. Но ты не пытаешься стать лучше, чтобы победить другого парня. Ты пытаешься улучшить свое суждение. Понимаете, о чем я? Если человек исключительно творческий, очень изобретательный, мы отправим его в школы, чтобы научить других изобретать. Потому что у него есть метод. Я могу обучить кого угодно чему угодно, если только у человека не сломаны руки или не поврежден мозг. У меня был опыт работы с пятью-десятью детьми. Они все получили наивысшие оценки. Разницы в оценках не было. Потому что я работаю иначе. Когда вы пытаетесь научить детей рисовать, ребенок смотрит на рисунок другого ребенка. И если он намного лучше его рисунка, он не захочет играть в эту игру. Поэтому я использую перегородку и говорю каждому ребенку, что у него все хорошо. Ты отлично справляешься. И все они медленно продвигаются вверх. Потом, примерно три недели спустя, когда они уже все хороши, я убираю перегородку. Важно понимать, когда ребенку говорят, почему ты не можешь быть похожим на своего брата, ведь я твой отец. Он все убирает, а ты только мусоришь. В итоге, когда брат падает с лестницы, ребенок улыбается, потому что с ним плохо обращались. При воспитании детей ни в коем случае нельзя иметь любимчиков. Иначе вы вызываете ревность и зависть. Когда детям ставят оценки в школе, когда один ребенок получает двойку, а другой пятерку, радуясь «Ура, у меня пять», и все в школе начинают интересоваться оценками, первому ребенку становится очень неловко. И это неправильно. Никогда не ставьте людям оценки. Помогайте тем, кто отстает. Например, используйте детей, которые умеют делать что-то быстрее. Если вы спросите людей, как стать креативным, они не знают. А мы знаем, поэтому делаем всех креативными. Дания. 27 сентября 2009 года.